Сегодня мы говорим о хоккее. Новичок Минского «Динамо» Илья Соловьев у нас в студии. Илья, привет! И стало ли приглашение Минского «Динамо» для тебя неожиданным? Ну, не сказать, что прям совсем неожиданным. Переговоры, разговоры велись. Просто долго думал над дальнейшим. Плюс такие обстоятельства, как коронавирус, подтолкнуло меня, может быть, перейти в Минское «Динамо». Но были какие-то еще другие варианты, которые можно было посмотреть? Да, были. В КХЛ, ВХЛ, Российская. Но я с агентом и со своей семьей посчитал, что «Динамо» это будет более благоприятный путь развития моей карьеры. Тебя называют одним из самых перспективных игроков своего возраста. Согласен с этим? Ну, я не могу так говорить. Потому что, ну, во-первых, это как минимум будет некрасиво про себя. Ну, я полагаюсь только на мнение компетентных людей, то есть тренеры и люди, которые давно работают в этой сфере. Ну, мнение такого ничего не говорят, значит, надо больше работать. Ну, предлагаю, чтобы болельщики Минского «Динамо», которых на самом деле очень много, поподробнее тебя узнали. Есть ли у тебя какие-то пумиры в твоем уплое, например? Да, было, были и много, но они были где-то лет до 15-ти только. Ну, честно, а потом… Ну, на кого ты хотел равняться? Я, ну, естественно, это Руслан Салей. Когда я был маленький, я очень любил смотреть. Мы даже с отцом иногда, чтобы только мама не узнала, смотрели по ночам игры. И с утра, конечно, нарезки, эти моменты, когда он играл за Анахайм, Колорадо. То есть я всегда хотел быть как он. Но несмотря на достаточно еще юный возраст, такой молодой, ты уже успел поиграть в национальных командах абсолютно разных возрастов. Какой турнир наиболее запомнился тебе в сборной Беларуси? Ну, вообще все турниры – это были запоминающиеся события, потому что это мировые форумы. Ну, наверное, самый памятный такой был первый чемпионат мира, Ю-18 в России, когда мы туда первый раз приехали, и там сразу такая атмосфера была. Там 7-8 тысяч зрителей, все болели за нас. Мы почти как дома играли. И, конечно, было приятно играть против канадцев, шведов, американцев. Это первый опыт. Но национальная сборная тоже уже случилась в твоей карьере? Как тебе под руководством Михаила Захарова? Ну, нормально. Но я не играл еще под его руководством, тренировался только. Да, он указал мне на мои ошибки, что нужно исправить, что нужно подкорректировать. И я сейчас стараюсь это сделать, потому что, да, это мечта сыграть за национальную сборную и играть там не самую последнюю роль. Последние новости, которые пришли буквально на этой неделе. Сборная Беларуси поставлена на задачу попасть в 8-ку сильнейших на домашнем чемпионате мира. Насколько это реально, учитывая, что последние 5 лет мы туда не попадали? Ну, бывают и черные полосы, бывают белые. Но работа ведется в этом направлении. То есть люди не сидят, сложа руки, просто говорят эти задачи. Даже Михаил Михайлович Захаров, если он так говорит, значит, это возможно. Значит, у нас есть игроки, которые способны это выполнить. Расскажи про свой опыт выступления в УХЛ. Насколько он тебе был полезен? Ну, это был очень хороший опыт, если честно, посмотреть другой мир. Вообще даже другую игру, если так можно выразиться. Потому что там даже площадки меньше, скорости выше. Надо намного быстрее мыслить. Нужно обладать хорошей техникой. То есть чего мне сразу не хватало, в принципе. Но мне повезло, что я попал в очень хорошую команду. Мне очень много помогали даже, можно сказать, обслуживающий персонал, тренеры. Потому что действительно было очень тяжело. Первый месяц еще плюс незнание английского тоже давало себе знать. Но потом как-то получил английский, наладил свою игру. И парни в команде по-другому даже начали на меня смотреть. На такого более компанийского парня. То есть раньше я ходил такой немного злой, угрюмый. Ну, такой, как будто русский приехал, да, такой злой, боялись. А потом как бы за любой совет, помощь могли ко мне обратиться. Ты когда переходил в «Динамо», ты же понимал прекрасно, что переходишь не в стан «Гранда» континентальной хоккейной лиги. Насколько сложно, с учетом того, что «Динамо» подписало достаточно много молодых игроков, будет противостоять командам элитного эшелона? Ну, конечно, легко никогда не бывает. Да, и вообще «КХЛ» такая сильная лига, где нет таких слабых команд, с которыми можно выйти, грубо говоря, на одном коньке проехать, выиграть. Тем более для нас, для молодых, это вообще недопустимо так никогда думать. Но я могу сказать точно, что даже если мы и не сможем выиграть у «Грандов», то в одном нас упрекнуть точно нельзя будет. Мы будем отдаваться игре, у нас будет большое желание. И я думаю, это достойно уважения, как минимум. Что лично для тебя значит переход в «Минское «Динамо»?» Главную, по сути, клубную команду «Беларуси» на данный момент? Ну, для меня это много значит, потому что в детстве, конечно, как и все мальчишки, которые занимаются хоккеем, я смотрел игры «Минского «Динамо», был еще на игре, вживую видел, когда «Минское «Динамо»» играло на Дворце спорта еще. И когда увидел «Минск-арену», как там, ну, действительно, для молодого парня, там, 15 тысяч зрителей, и все болеют за «Динамо», конечно, возникла такая цель, может, мечта – выйти на лед при полных трибунах и сыграть там. Но уже забить это прям вообще что-то из ряда. Честно, я очень рад, что «Динамо» сделала выбор, остановилась на мне. И я буду делать все, что можно, чтобы принести пользу команде, а не просто отбывать свой номер. Илья, спасибо, что пришел сегодня к нам в гости. Я пожелаю тебе удачи в новом сезоне, и пусть у «Динамо» все получится намного лучше, чем в сезоне предыдущем.